Привет! Если вы смотрите это видео, значит вы пережили 2021 год, худший год при Путине. Это хорошая новость, а плохая в том, что до конца 2022 осталось 358 дней. И пусть пессимисты говорят, что это был очень плохой год и хуже год уже быть не может. Мы оптимисты точно знаем, нет ничего невозможного. Может. Более того, я знаю это наверняка, я в этом абсолютно уверена, и у меня для этого есть логически обоснованные доказательства. Этот год будет еще хуже предыдущего, потому что в России есть достаточно много людей, у которых такая работа делать жизнь людей хуже. Это не разовая задача, это ежедневный процесс. Если эти люди не будут делать нашу жизнь хуже, то им будет нечем заняться на работе. Например, не может же следователь прийти и расследовать настоящее преступление. Это как минимум сложно. А вообще-то еще и опасно, если расследовать преступление по-настоящему, то скорее всего рано или поздно выйдешь на свое же начальство. Поэтому огромное количество, сотни следователей каждый день приходят на работу и начинают раскрывать преступления во Вконтакте. Всякое там оскорбление чувств, реабилитация нацизма одной картинкой и другие чудовищные преступления простых русских людей. Ну или вот, например, депутат. Не может же депутат Госдумы прийти на заседание и просто 8 часов подряд смотреть на две кнопки перед ним. Ему надо на них нажимать и принимать законы. А законы ведь не могут быть хорошими. Потому что хорошие законы означают либо лишние траты денег, которые на воровство-то не всегда хватает, какой же дурак будет тратить их на людей. Либо это снижение бюрократии, а значит заберет хлеб у чиновников, которым и так не хватает денег воровать. Либо это приведет к снижению репрессий, а значит пострадают силовики, которые хотят сажать всех за посты во Вконтакте. Поэтому депутат приходит и принимает плохие законы. Это его работа. И целая администрация президента и все пропагандисты приходят на работу, чтобы вам все это еще и понравилось. И вы сказали, что вообще-то так и надо. Короче, нет ни одной причины, по которой этот год будет лучше предыдущего. Ведь огромному количеству людей обязательно нужны наши страдания. Они получают за это зарплату. Именно поэтому всего за один год у нас почти все независимые СМИ стали иностранными агентами. Мемориал тоже иногенты, тоже ликвидировали. ОВД-инфо заблокировали, ФБК-экстремисты, Навальный сидит, Пивоваров сидит. А еще миллион человек избыточной смертности от коронавируса, QR-коды, которые со скрипом, но обязательно введут. Потому что в России они явно нужны не для ковида. Инфляция почти 9%. Рост цен на продукты в районе 20%. Выборы теперь электронные и фальсифицируются в два клика. И это всего за год. А вы говорите, чиновники, депутаты, бездельники. Вон как поработали. И остается вопрос, что же нам с этим делать? Книги, которые мы читали в детстве, говорят нам однозначно. Надо бороться с несправедливостью. Потому что сейчас темная сторона вполне очевидна. Нет повода для колебаний. Что-то я не читала книг, в которых Ланселот такой «Дракон, говорите?» Ну, ребят, план такой. Предлагаю всем разойтись по домам на самоизоляцию и подождать немного лет 15-20, а там оно как-нибудь само. Или Гарри Поттера, который такой «Волан, да что?» Извините, я как раз записался на курсы по Питону и купил билет в Тбилиси. Все герои во всех книжках активно сопротивляются злу. Мы на этом росли, и нам сложно принять, что можно, а иногда и даже нужно иначе. Мне, скорее, грустно сейчас видеть, когда кто-то выходит в одиночный пикет и потом едет в отдел полиции, а затем иногда и в спецприемник. Человека ожидают большие страдания, а его отвага никому не нужна, и ее никто не заметил. Я понимаю, странно сейчас, именно в Рождество, говорить, что страдания не оправданы. Но если у вас нет цели сделать ваш день рождения всемирным праздником на следующие 2000 лет, то как бы... В общем, ужасное время, ужасные перспективы. Поэтому сейчас самое важное это пережить, остаться здоровым, остаться на свободе, сохранить близких и не сдаваться. У меня лично такой план на этот год. Напишите свой план в комментариях и держитесь там в этом новом году. Такая неделя, такие новости. С вами была Марина Мизинова. Подписывайтесь на наш канал, а также, пожалуйста, не забывайте нам ставить лайки под роликом. Спасибо, что смотрите нас. Всем пока! Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!